У нас каждый день свадьбы, у нас каждый день юбилей, у нас день рождения, и мы гуляем вместе с ними получается. Мы не можем ни отдохнуть, ни выспаться, мы приходим с работы, мы уставшие, но мы не можем лечь, ни спать, ничего. Оксана живет в поселке Слизнево. Женщина рассказывает, что живет здесь с 76-го года, и такого не видела никогда. Последний месяц вся ее семья практически не спит, а здоровье серьезно ухудшилось. Причина всему соседний дом. Месяц назад его стали сдавать посуточно. Громкая музыка, крики и шум пьяных компаний теперь преследуют Оксану и всех ее соседей. Семь дней в неделю. Ну как вот вы представляете себе жить вот в таком, вот каждый вечер, в таком ужасе. Мы даже друг друга вообще не слышим. Жители дома рассказывают, что устали не только от громкой музыки и криков, но и от проезжающих мимо машин. Понятно, алкоголь делает свое дело, и поэтому скоростной режим здесь практически никто не соблюдает. Поэтому местные жители и решили установить здесь вот такого импровизированного лежачего полицейского. Оксана говорит, что вдобавок к гулу от машин и музыки весь дым от любителей шашлыков тянет им в дом. По словам женщины, если оставить окна открытыми на ночь, то проснуться можно уже в коптильне. Дышать в таких условиях практически невозможно. Однако накануне очередные арендаторы пошли дальше и устроили салют. По словам Оксаны, вся история началась в июле. Прошлый хозяин продал коттедж красноярскому бизнесмену. Согласно нашим источникам, дом сейчас принадлежит Виктору Егоровичу Попову, по совместительству экс-директору кладбища Бодолык. Причем, по словам соседей, тогда они были спокойны за свое будущее. На сделку в июле приезжала пожилая пара с собакой. Оксана рассказывает, что после этого пенсионеры здесь не появлялись. Как и сам бизнесмен, всем занимается его сын Константин, у которого свои методы общения. Вы кто такой? Вы почему обуты ходите в моем доме? Это моя территория. Я что хочу, то я теперь здесь и делаю. Выходит со двора, а он пошел не один. Около калитки стоит маленький ростик, такой крепыш, типа телохранитель. Кто там у него? Кто-то его успокаивает, а он надо мной стоит, как орел. Вздыбился. Да я вас всех поизнасилуюсь, поубиваю. А нет, я сожгу. Я ему говорю, вы почему так себя ведете? Вы сюда только приехали. Это моя территория. Теперь я сделаю здесь все, что хочу. Похожая история разворачивается и в СНТ Авинны. Это еще один коттедж бизнесмена. Ситуация та же. Ор и громкие гулянки, которые не прекращаются 7 дней в неделю. Вот регулярные гулянки в этом доме. Спать не дают. Время 23.05. И мы должны это слушать ежедневно, каждый день. Какие-то новые люди приезжают сюда и не дают спать. Я не понимаю, что это за бизнес за такой, когда тебя все ненавидят. Вокруг 11 домов у нас. Все живут и все в шоке. По большому счету, если у тебя есть деньги, купи ты землю, построй базу, назови ее дружбой, и тебя будут все любить, ты будешь другом всем. А здесь тебя все ненавидят. Я вот этого не понимаю. Не только в выходные дни это происходит. Это и в рабочие дни, когда людям на работу невозможно не открыть ни окно. Это происходит до 4, до 6 часов утра. Но ведут они себя настолько безобразно, что выбрасывают остатки пищи соседям на участки. Помимо многочисленных заявлений в полицию, люди подготовили документы и в прокуратуру. По их словам, приезжающие на их вызов наряды могут только разводить руками. По словам депутата Госдумы и одного из авторов Краевого закона о тишине Юрия Швыткина, в таких ситуациях исходящая от людей инициатива может стать решающим фактором. Он функционирует, насколько успешно. Здесь зависит от многих факторов. Непосредственно как от самих жителей, которые должны обратиться в соответствующие органы, в данном случае в административную комиссию или органы внутренних дел, которые также должны принимать соответствующие меры. Ну и безусловно своевременные реакции. Для этого есть соответствующий собор доказательной базы, те же свидетели, собрать показания свидетелей. Поэтому здесь, в принципе, безусловно, есть некоторые трудности, но они, в принципе, все отрегулированы. Помимо заявлений в прокуратуру и полицию, люди готовы идти и в налоговую. За неделю на одном таком доме можно заработать почти 200 тысяч рублей. Местные жители не уверены, что хотя бы часть из этих денег уходит в бюджет. Дмитрий Ишхузин, Алена Безуглова, Сергей Токарев. Новости ТВК.